Привет! Заметили ли вы, что Motorola перестали делать смартфоны-флагманы и перешли на среднебюджетный сегмент? Сегодня у нас на обзоре Motorola One Action, бюджетник с широкими возможностями. Внешний вид устройства оправдывает свое название. Основным материалом выступил пластик, что практичнее, чем стекло. Сломать его будет сложно. Переднюю панель занимает большой дисплей с соотношением сторон 21 к 9. Фронтальную камеру расположили в экране, как в Samsung Galaxy E, только в левом углу. Из-за необычного соотношения сторон смартфон получился узким и вытянутым. В ладони он лежит уверенным, однако пользоваться им одной рукой, ну, очень даже неудобно. Несмотря на экшен в названии, смартфон далеко не самый броневой. В спецификациях указана степень защиты IPX2, поэтому струя воды, вероятнее всего, станет смертельной. А вот брызги и пыль смартфон перенесет с легкостью. IPS-панель на 6,3 дюйма имеет разрешение 2520 на 1080 точек и плотность 435 пикселей на дюйм. По умолчанию экран уходит в голубые оттенки, но после небольшой калибровки и настройки можно добиться неплохой картинки. Максимальная яркость на уровне 600 нит, поэтому пользоваться смартфоном будет удобно практически в любых условиях. В гаджете установлен процессор Exynos 9609 от Samsung, который в Antutu набирает около 150 тысяч баллов. На практике процессор отлично справляется с большинством современных игр на средних, а иногда и высоких настройках графики. Интерфейс летает вообще без нареканий, все приложения открываются без задержек. Конфигурация всего одна, 4128, но в гаджете есть слот для карт памяти microSD объемом до 512 гигабайт. Из коробки смартфон работает под управлением практически чистого Android 9 с минимальными дополнениями от Moto. Но это именно тот случай, когда функции на самом деле очень удобны. Например, если быстро провернете смартфон дважды, включится камера или при резком махе включается фонарик. Защиту смартфона обеспечивает сканер отпечатка пальцев, но во время тестов я использовал не совсем безопасное распознавание по лицу. Каждый раз, когда я брал смартфон, он уже был разблокирован и готов к работе. Единственное, что может испортить впечатление, распознавание лица в темноте. Основная камера представлена тремя модулями на 12, 16 и 5 мегапикселей. Сначала кажется, что это обычный представитель среднего класса, но экшен проявился даже здесь. 16-мегапиксельный модуль отлично справляется с записью видео в 1080p с шириной кадров в 117 градусов. А самое интересное, горизонтальное видео можно делать даже в вертикальном положении смартфона, что делает процесс более безопасным. Аккумулятор не самый емкий, всего 3500 мАч, но при обычной эксплуатации подключать зарядный кабель необходимо только раз в день. Как итог, One Action это отличный середнячок со всеми необходимыми возможностями. Например, в нем есть NFC, разъем для наушников, отличная эргономика, быстрая зарядка и очень крутые полезные фишки. В комментариях напишите, как вам этот смартфон. Если ролик понравился, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующих роликов. Пока-пока!